На жизненном своем пути мечтают многие мужчины встретить ту одну, которая в единственном лице им стала матерью, любовницей и другом. Гала, живой Кастальский ключ Дали, затронув гения сердечную струну, вдобавок ко всему являлась муза и апостаси, тела и души супруга. Голубоглазый, шаловливый ангел Сальвадор был с детства не таким, как все. Смотрел на этот мир он широко раскрытыми глазами маленького принца, который прикоснулся к тайне бытия. Глубиной смысла его во всей красе впоследствии был воплощен в причудливых картинах кабальера-живописца. Однажды подарил ребенку авторучку кто-то из друзей семьи Дали. Она была волшебной, в ней падал снег на даму в шубке, мчавшуюся на санях. С тех давних пор таинственная странница-фантом маячила мечтой вдали, которая присутствовала тайно, неизменно, в низменных его страстях. Художник в 25 примкнул к кружку Бретона, где поощрялась эксцентричность. Галлюцинировал в сражении с моралью, отличаясь творческой манерой. И оставался девственником, предпочитая флирту низшая эстетичность. Везде, где появлялся маргинал, от пересудов накалялась атмосфера. Жизнь Сальвадора вмиг изменила непредвиденная роковая встреча. Однажды, в ожидании гостей, друзей, с их женами, Маргита с Элюаром, он на помаде волосы себе вонючей смесью для шутовского скетча в окне увидел пленницу из авторучки вдруг и был объят любовным жаром. Смыв, сврат с волос, переодел рубашку. За ухо зацепив цветок герани, вернул рассудок и направился встречать своих гостей, дрожа, как в лихорадке. Когда поэт ему представил русскую жену Галу, Дали свело гортань. С тех пор не мог работать от нее вдали, вибрировала кисть от мыслей сладких. Приехала в Швейцарию Елена из Татарии лечить туберкулез, где встретила поэта Элюара, который там же проходил лечение. Порыв в поэзии любовной превратился в брак, свидание их апофеоз. Затем к семье добавила воятеля из Кёльна. Муж дал благословение. Гала в то время светской дамой стала, сводя с ума парижские салоны. В нарядах от Шанель на светских раутах блистала, производя сенсацию. Но к ней пришла известность, в то время как она сошлась вдали, порвав шаблоны. Оставила супруга, попрала дочь, о ней не получая информации. Любовь сразила их обоих. Хоть и младше был ее на целых 10 лет. С ней начался у Сальвадора период яркий, творческого восхождения. Галой его картины завораживали, ею как светилом был загрет. Она была единственной моделью женской, сюжетом, главным вдохновением. Но не была гала лишь только музой. В Париже, став продюсером, агентом, являлась представителем супруга, который ей благодаря успешным стал. Так, появление союза меценатов, итог ее эксперимента. Они ему платили гонорар, поддерживая часто. Триумф его настал. Дали творил. Гала реализовывала творчество посредством галерей. А кроме этого, сама имела творческий талант. На выставке в Нью-Йорке инсталляцией соавтором являлась, и не нашлось проекта там сложней, не верьте вздорным слухам, что гала была пустой комедианткой и позеркой. Искусствоведы думают, что он ее как богородицу боготворил. Писал, поскольку, фанатично боголепствуя ей, в центре набожных мотивов, он потакал ее желанием. На склоне лет ей даже замок подарил. Куда решила отдалиться, омолаживаясь вместе с юношами, дива. Когда она покинула сей мир, без музы гений полностью сошел с ума. Прожив в индифферентности еще семь лет, он навсегда отставил холст и кисти. Утратив дар, членораздельная речь и медработникам устраивал де марш. И продолжают поколения судачить о загадочном сюрреалисте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова